Привет, ребята! Добро пожаловать в Швейцарию. В предыдущем ролике мы с вами съездили в итальянскую часть страны, прогулялись по городу Winterthur в немецкой части и также увидели самый большой равнинный водопад в Европе. В этой части нас тоже ждет очень много красивых мест, вокзалов и поездов. Конечно же, куда же без поездов в этих выпусках. Напомню, что я прилетел в Швейцарию на мероприятие, о нем я рассказывал в предыдущем выпуске. Ребята, что вы делаете во время полета в самолете? Скорее всего, смотрите в иллюминатор, читаете книги, либо смотрите фильмы. Я в основном монтирую и отсматриваю фотографии, которые сделал в предыдущем путешествии. Мне недавно прислали потестить ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 на базе AMD Ryzen и я решил взять его с собой в Швейцарию. Посмотреть, как он работает и заодно рассказать об этом вам. Так что на протяжении этого выпуска будут вставки с ноутбуком. Давайте начнем с дизайна. Ноутбук очень стильный, корпус полностью металлический. Мне нравится, что на корпусе нет ничего лишнего, только маленький логотип Lenovo и название серии. Смотрится это круто. Весит ноутбук всего лишь 1,4 килограмма. Это очень круто, если вы постоянно находитесь в движении, либо путешествуете, ездите куда-то с ноутбуком. У меня ноутбук всегда с собой, практически 24 на 7, поэтому мне это очень важно. На левой части есть два USB-C, один из них для зарядки ноутбука, разъем для наушников и HDMI. На правой части слот для microSD, два USB-входа и кнопка включения. После макбуков, когда тебе приходится покупать какие-то переходники постоянно, это конечно же рай. Предыдущий выпуск закончился в городе Винтертур, именно там я попрощался со своей блогерской компанией и решил отправиться дальше в путешествие по стране. Моя идея была супер простой, мне захотелось путешествовать по стране на поездах и какого-то четкого плана у меня не было. Я собрал чемодан в Винтертуре, сел на поезд и отправился в Тюрих. Именно оттуда мы с вами начнем путешествие. Тюрих это самый большой город в стране с населением 415 тысяч человек и именно в Тюрихе находится самый большой вокзал в Швейцарии, главный вокзал Тюриха. Этот вокзал считается одним из самых загруженных вокзалов в мире. Ежедневно в до ковидное время им пользовались до 500 тысяч человек. Сейчас какие цифры, если честно, я даже не знаю. Вокзал состоит из трех уровней, один надземный, два подземных и всего там 26 путей. Историческая часть вокзала выглядит таким образом. Здесь можно купить билеты, выпить кофе и поесть. Выглядит очень симпатично, даже не скажет, что ты на вокзале. Билеты можно купить вот в таких автоматах. У меня есть проездной билет, но давайте посмотрим, сколько сейчас будет стоить билет из Тюриха до Люцерна. Ехать 41 минуту до Люцерна, только в одну сторону. Давайте прочекаем второй класс. Так, один взрослый человек. Господи, сколько нужно всего тыкнуть. Стоит 25 франков один билет, но у большинства местных есть вот эта вот карта, которая называется Half Fair Card. То есть они бы заплатили в два раза меньше, по-моему. Давайте прочекаем. 12,50 стоит. И давайте, на всякий случай, проверим, сколько стоит первый класс. Интересно же посмотреть, какие цены. Стоит 44, а с этой карточкой, соответственно, будет стоить 22. Можно оплатить картой и также можно оплатить евро наличкой и франками. У себя на экране вы сейчас видите стоимость проездного билета для туристов. У меня был проездной на 8 дней. Он стоит 663 франков в первый класс и 418 франков во второй класс. Да, конечно, это не самые дешевые проездные, но это цены для туристов. Местные же могут себе купить карточку годовую, которая называется Half Fair Travel Card за 185 франков и оплачивать только половину стоимости от билета. Это о том, что я говорил ранее. Есть еще проездной на год. Во второй класс такой проездной стоит 3850 франков, а на месяц проездной стоит 340 франков. При этом вы можете пользоваться практически любым общественным транспортом. Скачал приложение, очень удобно им пользоваться. Вот из Тюриха до Люцерна. То, что мы с вами смотрели сейчас билеты. Есть 13.10 поезд, 12.44. Как раз у меня есть время подснять немножко вокзал. Платформа 6. Ехать 41 минуту. Если у вас нет телефона, то ничего страшного, расписание поездов есть здесь, но это не так удобно на самом деле. Лучше пользоваться приложением. Сразу будет понятно, куда идти. Потому что, например, я сейчас не очень понимаю, какой мне нужен поезд из всего этого. Что касается урн, они на вокзале все вот такие. То есть можно сразу кинуть пластик, можно сразу кинуть алюминий вот сюда или бумагу. Но честно, я не уверен, кидают ли люди правильно. О, бумага. Только на меня так странно люди смотрели, потому что я проверял урну и да, люди кидают. В бумаге была только бумага, в пластике только пластик. Там, где алюминий, было пусто. Все платформы пронумерованы. Вот вы видите, перед нами сейчас девятая платформа. Восьмая, седьмая и шестая. Мне туда. Есть стрелки на 21-34 платформу. Это нужно спуститься здесь. Короче, все интуитивно понятно. Поезда есть абсолютно разные. Одноэтажные, двухэтажные, типа электричек. Вот сейчас приехал двухэтажный поезд, выходят люди. Здесь всего лишь четыре вагона, насколько я вижу. И мне повезло, моя платформа будет здесь наверху. Мне не нужно спускаться вниз. Вот моя шестая платформа. Поезд приедет через 20 минут. И здесь же есть пересадки. Сейчас я ближе подойду и покажу вам. Чтобы понять, где первый, второй класс, просто смотрите вот на эти цифры. Например, это первый класс. Очень удобно, что также на дверях указано, что сюда можно пройти с велосипедом. Это означает, что есть место для велосипедов. Вот здесь вот. Блин, у меня такой тон, как у учителя немного. Здесь, например, есть отметка, что можно зайти с колясками. Скорее всего, удобно, не знаю, установить, или с ней куда-то пройти. Чтобы открыть дверь, нужно, как и в наших новых поездах, нажимать на кнопку. Из необычного, странного. Люди курят прямо на платформах. И есть специальные места для курения. Но, к сожалению, не все это соблюдают. И не все кидают сюда свои окурки. Если мы опустим глаза вниз, то мы увидим, что некоторые окурки валяются, и что некоторые люди сидят и просто курят, где они сами хотят. Ну, и также люди бросают свои вонючие жвачки. И, короче, вы видите, что творится на полу. Оказывается, это мой поезд уже приехал. Будет стоять здесь 20 минут, как я понимаю, потому что по расписанию 1310 он отходит. Номер поезда ER70. Также у меня было написано в приложении. И, конечно же, очень приятно видеть людей с ограниченными возможностями на колясках, на электроколясках. У них есть возможность ездить по стране. У них есть возможность пользоваться транспортом общественным без помощи других людей. Это очень круто. Скорее всего, он сейчас подъедет к отметке, где указана инвалидная коляска. Давайте вот посмотрим, как он заедет. Немножко, конечно, неудобно снимать такое, но интересно посмотреть. Так, он открыл дверь. Чувствую себя каким-то дураком. И сейчас заедет туда. Да, указана инвалидная коляска, если вы посмотрите на дверь. У меня есть еще немного времени. Давайте попробуем сделать пересадку. Вышли мы с платформы 7 и, допустим, нам нужно на какую-нибудь платформу, любую из этих. Спускаемся вниз. Этот выпуск, он у меня будет влоговый, в непривычном формате, как раньше. Я сейчас стараюсь снимать более красиво, летать на дроне, но именно про вокзалы мне захотелось вам рассказать в таком лайф-стайле. У вас будет ощущение, как будто вы вместе со мной спускаетесь. Очень круто. Посмотрите, какая чистота. Огромное количество, я вижу, магазинов с одеждой. Похоже, больше на торговый центр, нежели на вокзал. Здесь же есть выходы на платформу. Например, вот на 11-ю платформу и на 10-ю платформу справа. Также есть расписание. Также есть туалеты и душевые. Но, если я не ошибаюсь, туалеты здесь везде платные. Мне очень нравится, что у них на вокзалах всегда есть приличные места. Есть место, где взять какой-нибудь вкуснейший круассан, либо кофе, либо нормально поесть. Это, конечно, круто. И мы с вами переместились в другой зал. Очень много банкоматов. Ну, а дальше, в принципе, все одно и то же. Давайте я спущусь на какую-нибудь платформу, которая находится внизу, и покажу, как выглядит подземная платформа. Давайте спустимся на платформу 41-42 и посмотрим, как она выглядит. Ну, я думаю, что она выглядит так же. Только, видите, все новее, чище, чем наверху. Ну, и, конечно же, здесь нельзя ни в коем случае курить. Также стоит двухэтажный поезд. Это вагон второго класса. И платформа выглядит таким образом. Поезд отъезжает. А на эту платформу приезжает другой поезд. Как же круто, конечно, выглядят поезда. Отъехали два поезда, и мы с вами можем увидеть противоположную платформу. Возможно, за этой платформой еще одна платформа. Можно купить какие-то напитки, снеки. Обычно можно платить карточкой, но здесь стоит какой-то старинный аппарат. Я поднялся на уровень повыше. Давайте пройдем к туалетам и проверим, платные ли они. И также здесь есть камеры хранения. Можно оставить свой багаж. И у меня осталось 5 минут до поезда, но, может быть, мы успеем быстренько с вами проверить, сколько же это стоит. Здесь все на немецком языке, но можно выбрать французский, итальянский и английский. Выбираем английский. Маленький чемодан стоит на 6 часов оставить за 5 франков, а большой за 9. Нормальные цены на самом деле, так что имейте в виду, что вы можете оставить здесь чемодан. Также я заметил, что у них везде по всей стране стоят вот такие вот кабинки, где можно срочно сделать фотографию для документов и оплатить все это картой. Как я и говорил, туалеты у них почему-то платные. Стоит проход 1 франк 50 франкоцентов. И, ребята, мы с вами опаздываем на поезд. У меня осталось 5 минут. Вон стоит мой поезд с левой стороны. Направляемся туда. Как я вам уже говорил, чтобы попасть в поезд, нужно нажать на кнопку. И дверь откроется, и также выдвигается вот эта вот штука. Итак, ребята, мы с вами прибыли вот сюда. Люцерн. Практически в самом центре Швейцарии. Добро пожаловать на вокзал Люцерна. Я приехал вот на этом поезде. Можно набрать воды, если у вас есть бутылка. Я всегда с собой ношу бутылку. Питьевая вода очень вкусная. Это просто льется швейцарский авиан. Есть вот такие вот комнаты ожидания. Предполагаю, что это для зимнего сезона. Зимой, наверное, здесь сидеть тепло. Не ожидал, что здесь будет такой большой вокзал. Это маленький город. Население всего лишь 60 тысяч человек. А вокзал приятный большой. Очень похоже на вокзал в Тюрихе. Просто это более маленький вокзал. Также есть всякие магазины. Есть кофейни. Если вы посмотрите на пол, вы увидите, что не идеально чисто. И люди бросают свои жвачки. А в целом этот вокзал более понятный, потому что он маленький. Перед вами все платформы. И можно купить билеты вот в этих автоматах. Также здесь указаны все номера автобусов, куда они ходят и где их найти. Видите, вот эти вот буквы. Я вам сейчас покажу, что это означает. Очень-очень-очень удобно. Нашел место, где можно сверху посмотреть на все платформы. Это как наш Казанский и Ленинградский вокзал. Сверху много путей и стоят поезда. Конечно же, здесь есть кафешки, кофейни. Очень приятно все выглядит. Также есть лифты, они всегда работают. И если вы посмотрите наверх, вы увидите, что здесь можно спуститься к туалетам, к банкоматам, к кассам, к стойке информации для туристов, к лодкам, поездам и автобусам. Единственное, что мне кажется странным и немного даже не цивильным в 2021 году, это размещать стойку для курения прямо у выхода. Есть специально выделенные зоны для слабовидящих или слепых людей. Вот что означали те буквы. Очень удобно сразу же посмотреть, где твой находится автобус, троллейбус. Кстати, обратите внимание, что троллейбус здесь с двумя гармошками. Никогда такое раньше не видел. Видел только в Мексике с двумя гармошками автобусы. А это карта с автобусами, троллейбусами здесь в Люцерне. Круто, но очень-очень запутанно. И здесь же можно купить, как я понимаю, билет на автобус либо троллейбус. Не знаю, ходят ли здесь трамваи. На табло сверху указано, когда приедет какой автобус. Вот, например, шестой нужно ждать 4 минуты. И как раз отъехал троллейбус только что. Общественный транспорт здесь развит везде. Как же непривычно видеть такой огромный троллейбус. Здесь получается вокзал, автобусы. И если повернуть голову в эту сторону, то мы с вами увидим лодки. Используя мой паз, можно прокатиться на этой лодке. Это их общественный транспорт. Можно будет с вами попробовать. И добро пожаловать в Люцерн. Как вы видите, здесь тоже люди катаются на велосипедах. Есть выделенные специальные зоны для велосипедистов. Музыка 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 Потрясающее здание. И таких здесь очень много. Посмотрите, какие некоторые улочки. Маленькие. Тут буквально один человек поместится. Вам, наверное, плохо видно, но здесь видны заснеженные горы. Это так круто, но светит солнце, я не могу нормально заснять. Скажите, что может быть лучше, чем кофе, выпечка и вот такой потрясающий вид. Музыка Сейчас перекушу и поедем дальше. Это потрясающе. И вид потрясающий. А кофе в Швейцарии так себе. Зашел в туалет на вокзале здесь. Туалет стоит 2 франка, а писсуар стоит 1,5 франка. Монетками нужно кинуть сюда. То есть принимается только наличка. К сожалению, благо у меня было с собой чуть-чуть. Можно оплатить евро или можно оплатить франками. Если у вас нет мелочи, то здесь можно разменять денежку. Вот здесь все расценки. Также есть душ. Душ стоит 12 франков. Это все еще вокзал Люцерна. Я попил кофе и пришел на вокзал. Поеду дальше. Это нижние этажи. Выглядит так же, как и в Тюрихе. Много магазинов, но не так много, конечно. Это маленький вокзал. Есть супермаркет, кофейни. Также можно купить еду. Мне кажется, что выглядит очень круто все. Это зал ожидания. А здесь можно купить еду. Есть тайская еда, какие-то бургеры и донер, кебаб турецкий. Давайте попробуем прокатиться на лодке. Я опоздал на поезд. И у меня есть еще целый час. Я, к сожалению, опоздал. И на этот паром еще. Очень прикольно, кстати, выглядит все. Здесь в автомате можно купить билет, а платить можно картой. Есть Apple Pay. Итак, ребятки, мы с вами едем в другой город. Я поеду вот на этой электричке. Она выглядит совсем по-другому. И с этой стороны тоже интересный поезд. Он выглядит как более такой олдскульный, более старый. Поезд называется Lucerne Interlaken Express. Иду в свой первый класс, конечно же. Вот так вот выглядит вагон первого класса. Там сидят люди, поэтому не хочу громко говорить. Очень крутой поезд. Обратите внимание, что окна есть еще вот здесь вот. Здесь можно разместить свой багаж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока я еду из одной точки в другую, работаю и наслаждаюсь красотой за окном, мы вернемся к обзору ноутбука. Что касается охлаждения ноутбука. Для меня это очень важно, потому что я подолгу монтирую. Во-первых, у ноутбука большая радиаторная решетка. Во-вторых, есть вот такой вот пластиковый выступ. И когда вы кладете на стол, либо на какую-то поверхность, ноутбук немного приподнятый. Что увеличивает пространство для циркуляции воздуха. Теперь давайте про производительность. В этом ноутбуке стоит восьмиядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen 7 4800. Построенный по новым технологиям, которая подарила ноутбуку невероятную энергоэффективность. Встроенная графика AMD Radeon обеспечивает высокое разрешение картинки на дисплее. Я много работаю с картинкой и цветами на ноутбуке, и был приятно удивлен Ryzen и его графикой. Поэтому процессор AMD Ryzen это несомненно плюс этого ноутбука. Особенно это чувствуется, когда ты монтируешь и рендеришь, потому что все летает. AMD сейчас молодцы. В последнее время заметил, что очень много производителей и моделей выбирают именно процессоры AMD. Лично я не играю в игры. Я за ноутбуком только работаю. Но если вам нужен он в основном для работы, но иногда поиграть, то Lenovo Yoga Slim 7 на базе AMD тоже подойдет. Ребятки, добро пожаловать в город Ljungern. Это поезд, на котором я ехал. И вы сейчас просто офигеете от видов. Дети приехали на том же поезде, что и я. Сейчас берут свои велосипеды и куда-то едут. Парковка для велосипедов находится у станции. Сама станция очень маленькая. Здесь же пасутся коровы. Посмотрите, вон корова прямо по курсу. Здесь можно сдать одежду на переработку. Все вот это вот принимают, даже обувь, очки. А с этой стороны очень красиво. Внизу озеро. Сейчас мы туда с вами пойдем. Это очень маленькая деревня. Красивые здесь такие дома. А на крыше вот этот вот домик, который посерединке. Солнечные батареи. И прям со станции практически виден очень красивый водопад. Сейчас я хочу полетать здесь на дроне. Смотришь на все эти улицы и думаешь, это так люди живут действительно. Или это для фильма какого-то сделано. Потому что ощущение, знаете, что это какая-то утопия. Да, вот так вот может выглядеть вход в дом. И вот так вот может выглядеть улица. И когда все они выходят из своих домов и подъездов, они видят вот такую красоту. У некоторых припаркованы лодки. И даже кто-то посадил гномиков в цветочки. Я в восторге. Единственное, что я хочу сказать, что я желаю каждому жить так. Все я желаю вам! смотрите здесь какие-то дрова я не умею читать по-немецки но возможно они бесплатные потому что вот здесь вот есть полянка где можно сделать шашлыки барбекю а я сидела вот здесь вот скидывал материал который уже отснял чтобы не потерять на всякий случай нереально опаздываю на поезд так бы я здесь наверное часа три-четыре провел и еще хотелось поплавать но не успел так быстрым шагом иду на поезд и думаю о том что в следующий раз когда у меня будет возможность приеду в швейцарию на подольше хотя бы на две недели хотя это очень дорого конечно чтобы оставаться таких городах на ночью 1 2 недели 4 перегнул на дней 8 потому что очень хочется прочувствовать атмосферу таких городов хочется не знаю купить продукты и устроить пикник в том месте где я снимал на дроне знаете все это выглядит немного как декорации какому-то фильму про идеальный мир и сложно просто поверить что такой мир существует после наших стран это конечно совсем другой уровень до после многих стран и гуляя по таким улицам я думаю интересно эти люди были кремить в индии я сразу вспоминаю индийские города и сравниваю с этим хочу приехать в следующий раз на подольше чтобы хотя бы по стране путешествовать на поездах у них помню есть 15-дневный пас который стоит огромное количество денег а то я все время спешу и не успеваем рассказать про города хотя с другой стороны акцент в этом видео я именно делаю на транспорте чтобы просто пока какие поезда и какие виды открываются будем считать это видео трейлером к следующему видео из швейцарии заказал себе кофе принесли его прям сюда очень забавно что здесь не принято пить американа игре прошло американо они очень удивляются и не знают в каких пропорциях наливать воду эспрессо и обычно я прошу мне принести отдельно эспрессо либо двойной эспрессо и отдельно воду и уже сам смешиваю не пропи во многих странах не принято пить американо и они считают что только сумасшедшие страны и иностранцы это делают я не очень люблю американо просто здесь нет другого кофе я предпочитаю пить альтернативу в 60 от аэропресс кемикс и так далее в швейцарии сложно такой найти так что пью американо за 4 франка 60 франко центов для любителей кофе я оставлю ссылку внизу на выпуск из коста-рики там и рассказываю о том как кофе и с фермой попадает к вам на стол так что если вдруг вы любитель кофе не пропустить это видео столик вот так вот раскладывается и здесь есть розетки с каждой стороны обожаю выходить в швейцарии с поездов добро пожаловать в городок интерлакен давайте проверим как выглядят вокзалы в маленьких городах есть какие-то такие вот штуки для людей на инвалидных колясках мне кажется что это чтобы помогать им заезжать в поезда которые повыше скорее всего урны точно такие же я уже проверил все правильно рассортирована решил переночевать в этом городке но чтобы доехать до отеля мне сначала нужно сесть на другой поезд и это какой-то поезд билл с и на таком поезде еще не ездил он тоже двухэтажный но выглядит по новее хотел вам показать этот вокзал но не успеваю покажу может быть завтра утром если будет время в швейцарии огромное количество железнодорожных компаний и лси это одна из многочисленных таких компаний самая крупная из них это швейцарские федеральные железные дороги вы видели много раз поезда от этой компании вот эти вот двухэтажные поезда и на поездах от этой компании я наверное больше всего и ездил эконом-класс поезде выглядит таким образом и здесь же переход сразу в бизнес-класс в первый класс но по сути не то чтобы знаете прям сильно чем-то отличалось другого цвета сиденья только если а еще разница в том что здесь есть розетки об эконом-классе я не нашел в этом поезде есть мусорка и поезд идет до города шпиц на второй этаж можно подняться по лестнице это еще все в первый этаж а здесь вот второй этаж и как вы видите практически никого а это тоже первый класс вернул первый класс только внизу а оказывается он огромный буду сидеть здесь сверху во всех поездах есть туалеты они всегда чистые пока еще ни разу не видел чтобы туалеты были грязные вот например туалет и он находится во втором классе в первом катикате не видел особо туалетов что это такое нажимаю чтобы потекла вода и тут же можно сразу высушить руки еще есть жидкость чтобы потереть стульчак в первую очередь объявили все на немецком потом объявили на французском и вот сейчас объявляют на английском все на этом закончилось на итальянском я слышал чтобы объявляли только в итальянской части страны может еще где-то объявляют я говорил об этом предыдущем ролике но на всякий случай напомню швейцария грубо говоря делится на четыре языковые группы это на немецкую французскую итальянскую и романшскую романши это менее одного процента самая крупная группа это германоговорящие потом идут франкоговорящие и потом 10 процентов всего лишь итало говорящих так вот передвигаясь по стране вы все время как будто из одной стороны попадаете в другую это очень забавно и постоянно меняются языки меняются люди вокруг это конечно удивительно такая маленькая страна население там всего лишь восемь миллионов где-то 600 тысяч человек это как половина москвы а при этом такая она сложная в языковом плане мне нужно было приехать всего лишь одну станцию это ехать три минуты и для меня успел дойти контролер и проверить билеты смотрите как мило выглядит этот городок недалеко от моего отеля решил пройтись и что-нибудь поесть маленький аккуратный город и если честно нет никаких сил что-то показывать сегодня самого утра на этих поездах туда-сюда ездил и прям жутко утомился единственное че хочется да просто лечь спать хоть и удобно что здесь полдесятого темнеет много времени на съемки завтра я рано выезжаю все будет закрыто поэтому взял себе сэндвич он стоит 3 франка а клубника здесь где-то 500 грамм стоит 5 50 доброе утро я проснулся в интерлаге не хотела вам показать как здесь выглядят многоэтажные более-менее новые дома прикольно что у первого этажа есть свой спуск как я понимаю вход с улицы это круто время девять утра на улице никого это заснеженные горы и я жил в небольшом отельчике вот в этом доме заметил что здесь очень много деревянных домов немножко все это похоже на русские дома очень спокойный город я не знаю слышали бы птиц я просто иду и наслаждаюсь тишиной прекрасное утро а еще здесь все очень любят цветы и высаживают их у своих домов здесь например смотрите перейдем перейдем к следующему дому здесь тоже цветы и так везде кстати можете обратить внимание что по таким улицам можно ехать со скоростью только 30 километров в час а здесь с утра проходит выставка велосипедов можно купить велосипед людей много да и великов много но я опаздываю всегда есть где попить воду я вам уже об этом много раз говорил вода ледяная и очень вкусная но самое главное дина я обожаю холодную воду у нас с вами сегодня еще один очередной день на поезде я сел в поезд которым открываются окна это очень удобно потому что можно сделать классные кадры сады сайдов и задан однако это что спико вы и на вы и сфотой фау и но и добро пожаловать в деревню название которое даже не могу произнести но где-то здесь напишу посмотрите какие красивые водопады прям у деревни я случайно сюда приехал вообще не сюда собирался но круто что доехал с левой стороны светит солнце но здесь тоже водопад где-то вот здесь вот а прием 6 вот но а и а но и и а и а и и и а барт а можно меня тоже вот так вот похоронить таким красивым видом. Цветы, кладбище, горы, водопад рядом. Я сразу вспомнил кладбище, на котором меня планируют похоронить. Оно выглядит очень грустно по сравнению с этим. Это самое красивое кладбище, которое я видел в своей жизни. Смотрите, как красиво. Если бы не надгробные камни, можно было бы даже не догадаться, что это кладбище. И цветы все свежие, и какие-то статуэтки, и вон даже колокола в церкви. Здесь же, кстати, детская площадка, прямо рядом с кладбищем. Но рядом с таким кладбищем я бы даже дом хотел бы. Смотрите, здесь припаркованы орвишки, дома на колесах. Сразу вспомнил Америку, как мы катались недавно по Калифорнии. Надеюсь, теперь прокатиться по Швейцарии. Это действительно очень круто. Посмотрите, какая красота. Люди сюда приезжают кататься на велосипедах, и вот по этим дорожкам гуляют и катаются. Без целый день провел, если бы у меня было бы время. Ребятушки, это одна из самых красивых деревень, которую я видел в своей жизни. И деревня эта знаменита своим 300-метровым водопадом Штаубах. Он один из самых высоких в Европе. И именно эту деревню Токен взял за основу Ривенделла в своей трилогии «Властелин колец». Хочу все-таки доехать до станции Гриндельвальд. И мне нужно на вторую платформу. Короче, приложение вообще удобное. Показываю прям платформу и номер поезда. Ну, точнее, номер я не вижу. Здесь написано буква «Р». Не успел вам показать толком саму станцию, но здесь нет ничего такого особенного. Кассы, зал ожидания, сам вокзал. Есть магазинчики. Есть лифты, конечно. Куда же без них? Урны, терминал, где купить билет. А еще здесь ходит вот такой вот панорамный поезд, но я сейчас не успеваю на него сесть. И, если честно, даже не понял, он бесплатный для меня, для тех, у кого есть паз, либо он платный. Здесь вот такие вот крутые окна, и он едет прям по горам. Я думаю, что открываются потрясающие виды, но, может быть, уже в следующий раз съезжу. Я не могу успеть за один раз все. Кстати, здесь же у станции есть канатная дорога. Можно подняться вот на эту гору. Я не знаю, видно вам или нет, но кабинка поднимается. В этом поезде нет ничего нового, чтобы вам показать. Вот так выглядит эконом-класс, и практически так же выглядит первый класс. Поезд длинный, как наша обычная электричка, предполагаю. Есть туалет, в него можно заехать на инвалидной коляске, и, в принципе, этот вагон как раз сделан для того, чтобы сюда могли заехать люди на инвалидных колясках. Туалет чистый, аккуратный, все, в принципе, устроено как обычно, как я вам уже показывал. Первый класс находится там, и впервые, он ничем не отличается, поэтому даже не хочу вам его показывать, впервые там все забито, поэтому я пришел во второй класс. Мне ехать всего лишь 6 минут, и потом надо будет делать пересадку. Я уже даже не знаю, рассказывать ли вам про пересадки, потому что я уже сам запутался, как и куда я еду. Вот мой поезд, я с него выхожу, и сейчас делаю пересадку, чтобы доехать до Гриндельвальда, как это так называется, это место, и вон там водопады. Приехал мой поезд, и почему в тот раз я уехал не туда, потому что эта часть поезда едет вот в этот вот Лаутебрунен, короче, вот в этот город, а эта часть поезда едет в Гриндельвальд, представляете? То есть этот поезд сейчас отцепится, а я не знал, а сидел там спереди. Поезд точно такой же, как и предыдущий поезд. О, вот есть телевизор с расписанием, мне сюда. Ехать на самом деле не очень долго, и будет буквально пару остановок. Вот эти вот остановки, возможно, я не знаю, что тут написано, но возможно это по запросу. Ничего необычного, просто чей-то вертолет. А вот так вот выглядит совсем маленькая станция. Мы приехали в какую-то деревню, очень круто. Посмотрите, какие красивые горы. А вот, видимо, по запросу на этой остановке останавливаются, потому что мы не остановились. Красота! А, чую я, что если вдруг это видео попадет в рекомендованное, мне будут писать, что я постоянно говорю слово «очень», что я постоянно говорю слово «красиво» и еще что-нибудь такое, извините, ребят, не хватает словарного запаса. Не хватает. Так что простите, не вините. Очень сложно иногда снимать и одновременно придумывать, как тебе это оценивать, понимаете? Добро пожаловать на один еще прекрасный вокзал. Вот это да! А в июне... Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Очень удобно, что на этих экранах показывают расписание Вот мне нужно на этот поезд 14.30 сейчас успеть У меня есть 7 минут И отходит он от седьмой платформы Можно прям посмотреть сразу же, куда отсюда отъезжают поезда А еще обнаружил урну под столиком И розетки в таком поезде, в электричках тоже есть Снова приехал в Интерлакен И мне вон туда, вот сюда, вот к этому поезду На седьмой путь Мы с вами вчера на этом поезде ехали Помните, буквально 3 минуты Классно выглядит этот поезд, он такой современный Я, по-моему, вам уже говорил, я обожаю бетон Круто, что здесь такие бетонные стены Очень стильно смотрятся И мне на этот поезд Обычный, одноэтажный, немножко старенький поезд Но зато в нем первый класс выглядит получше Правда, сиденья все протертое Но зато сиденья большие, такие широкие И мне ехать всего лишь 20 минут В целом здесь все так же, как в других поездах Открываются столы Есть розетки По две розетки, получается, с каждой стороны И есть мусорка Пойдемте эконом-класс, посмотрим, как здесь выглядит Смотрите, прохожу еще через один вагон первого класса А здесь уже другие столы, маленькие Они не раскладываются С этой стороны тоже Еще один первый класс Почему-то никто не видел так много вагонов первого класса И здесь отличаются столы Они, во-первых, другого цвета Меньше Забавно Видимо, очень много богатых ездят на этих поездах Но с другой стороны, где все эти люди? Нажимаем А, нет Автоматическая дверь Я решил не идти в эконом-класс А зашел в ресторан, который работает И заказал кофе Взял себе кофе Буду сейчас 20 минут ехать И наслаждаться видами Класс Во время поездок на поезде Я, конечно, наслаждался видами Но и не забывал про работу Так как я много проводил времени в поездах Мне приходилось там и работать Благо, что везде были удобные столики, розетки И хорошо ловил 4G в любой точке страны Вернемся к обзору Про это я не мог не упомянуть Вы просто посмотрите, как он круто и легко Открывается с помощью одной руки Па-бам Как он выглядит внутри? Тоже все минималистично Мне нравятся закругленные клавиши И то, что тачпад находится в самом центре под пробелом Он, кстати, очень удобный На протяжении всей поездки я пользовался ноутбуком без мышки Не знаю, делают ли акцент на клавиатуре Во время обзора ноутбуков Но эта клавиатура превосходна Я часто пишу тексты для постов Общаюсь по почте или пишу сценарии Клавиатура оказалась суперудобной Я бы даже больше сказал Набирать текст на этом ноутбуке очень приятно Есть подсветка, поэтому очень удобно печатать в темноте Яркость умеренная Особо по глазам не бьет И отлично подойдет для тех, кто работает, учится допоздна Вообще ноутбук безумно компактный Мне кажется, что он удобен для поездок, командировок Если вы часто берете с собой ноутбук поработать куда-то или на учебу И он без проблем поместится в любой рюкзак или сумку Дисплей 14-дюймовый и обрамлен очень тонкой рамкой Если вы работаете с графикой Или, например, монтируете видео, обрабатываете фотографии То вы оцените 100% охват цветового пространства sRGB И то, что экран матовый Поэтому удобно работать, даже если в экран светит солнце Ну а если вы не работаете с картинкой То вы все равно оцените качество экрана, когда будете смотреть сериалы А еще экран раскладывается на 180 градусов Посмотрите только на это Па-бам! Круто, да? Итак, ребятки, теперь давайте про вывод, который я сделал во время поездки Про ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 на баде AMD Это отличный ноутбук для работы, учебы Особенно если вам нужно куда-то с собой постоянно брать ноутбук Он компактный и, что немаловажно, он очень стильно выглядит Стоит от 80 тысяч рублей Но если вы играете в игры, прям увлекаетесь этим, а не просто там иногда Этот ноутбук для вас не подойдет Для этого есть специальные линейки А, и, конечно же, как я мог про это забыть Он очень хорошо держит зарядку Ссылку на магазин я оставлю внизу в описании На этом все, спасибо, что посмотрели этот выпуск Если не видели первый выпуск из Швейцарии, то ссылка на него внизу в описании Также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск С вами был Косюк Гасанов, до новых встреч, пока!